здравствуйте ребята некоторые из вас не просили продолжение истории покупки автомобиля и я вам скажу так что автомобиль куплен toyota siena не в той комплектации которую искали изначально и которую смотрели изначально но в итоге взяли я не помню точные цифры но примерно как минимум на 3100 долларов меньше чем msrp на самом деле я считаю что можно было нажать и больше строговаться ну как есть так есть значит особенно меня просила одна зрительница точно уточнить насчет программы покупки автомобиля через коска так вот конкретно на этот данный автомобиль через коска получилось на полторы тысячи меньше чем через трукар дальше можно было торговаться они там в эту цену покоска они туда вписали еще лишних 200 долларов на так называемая в инду печень но это вообще развод полный и я моему другу сказал говорю сразу это надо убирать эти 200 до вообще фигня которую не нужно это вообще развод такой что кому это нужно это в инду печень это они на на стекле я не знаю на каждом стекле или на одном из стекол в общем там вы выбивают номер ну по которому мол легко определить машину то есть над стекло менять чтобы убрать этот номер ну очень нужная конечно вещь это если в случае угона не знаю кто на это соглашается но кому-то это все равно навязывать короче это убрали в общем они легко убрали эти 200 долларов у дилера и я ему сказал раз легко убрали значит наверное можно было жать еще ну как вышло так вышло то есть но все равно более чем на 3000 меньше чем мсрп так что не страшно в общем так что машина куплена я говорил с моим лизин брокером с которым я обычно значит имею дело он может и как бы вам помочь покупки машины но его цена была должен 400 больше до всего лишь на 400 но больше сколько он зарабатывает с каждой машины не знаю но если бы мы не нашли меньше чем допустим дал мне цену этот человек то мы бы через него бы взяли в итоге он взял сам меня там уже не было днем туда ездил я говорю наверное я попытался нажать еще ну да ладно в общем ну что сказать съездили потом вечером забрали туда машину ну так как мой друг же ездил на машине туда дилер был далеко съездили забрали машине есть карта ну то есть там и навигатор тоже все равно есть хотя в принципе не рассчитывали на это но потом так как там в этой в этом так еще так сказать то есть вот в этой в этом дополнительном пакете там много всего и навигатор там тоже включен поэтому навигатор тоже есть причем навигатор показывает пробки тоже но я не уверен там на три месяца бесплатного интернета якобы там вай фай . да то есть я не уверен то есть это только три месяца он будет бесплатного так пробки показывать или это у него вообще будет включено вот это я так и не понял это на самом деле не важно потому что все равно туда подключится apple carplay и будет использоваться будут использоваться карты google а я не знаю в из наконец вставили в apple или нет до этого года во всяком случае до выпуска там новых айфонов выезд нельзя было делать может быть в новое вес уже сделали новый apple carplay я не знаю но до этого было только google maps toyota вообще интересная машина вот я бы не брал toyota и lexus уже на данный момент только по одной причине того что у меня телефоны на андроиде все а телефоны на андроиде в toyota подключить нельзя там только apple carplay есть android auto нету ни в одной тойоте поэтому для меня вот например я ж говорю не toyota не lexus теперь уже вообще не вариант потому что зачем я буду платить столько же за машину я же могу за подобные деньги купить ну любую другую не toyota да где это будет вот для пойдем для меня конкретно toyota это все это уже не вариант во всяком случае пока они не поставят туда возможность подключить android auto у них какой-то бзык по поводу android auto якобы там какое-то нарушение правка инфиденциальности что-то там такое и вот они не ставят вот такой у них принцип они туда не ставят но в итоге значит еще раз подытожу для человека который спрашивал в данном конкретном случае цена через коска вышла лучше намного лучше чем цена через true car и это не обязательно будет всегда так я уверен что это зависит от конкретной модели поэтому нужно проверять все программы покупки автомобилей нужно ездить по дилерам нужно торговаться кстати в итоге дилер другой с которым мы общались до этого там они через текстовые сообщения еще переписывались этот продавец чуть-чуть дал меньше в итоге когда уже когда уже машина была почти оформлена у другого дилера он ему говорит давай я тебе дам вот там что-то 42 с половиной что ли что-то такое очень что-то короче на где-то долларов на 500 меньше чем чем он в итоге взял но опять же это тот по текстовое сообщение смс ему отправил а мало ли что может у него и машины такой нет но в общем это тоже еще вилами по воде так что мой друг особо не расстраивается с тем продавцом мы уже второй раз потом уже общались два раза мы с ним общались в общем в цене не сошлись в итоге в субботу ездили ну соответственно в общем понедельник он уже поехал сам и уже сделал дело сделал дело гуляй смело вот такие вот дела ребята ну и на этом эпопея закончилась и я надеюсь я сделаю обзор на дает у сиена 2019 года кому-то по любому это будет интересно и вообще обзор машин хоть я не специалист в машинах обзоры машин делать я люблю так что ребята всего вам хорошего и до новых видео новые видео конечно обязательно будут пока